И сегодня я поговорю на тему спиннинговой ловли, а конкретно о воблерах. О том, что продается на Алиэкспресс и что не стоит покупать ни в коем случае. То есть об этом шлаке расскажу, какие воблеры, такие воблеры ни в коем случае не берите. Ну и вот, когда я только начинал пробовать ловить на спиннинг, нашел вот на Алиэкспресс вот такие наборы. Вот один набор у меня даже еще не распечатанный, новенький лежат. То есть коробочки в наборе 5 воблеров, они также и поштучно продавались там. Но первое, что их отличало, это низкая цена. Я сразу таких несколько коробок купил, но в итоге там полка особого от них нет. То есть ни разу на них не поймал, игра у них ужасная. И единственное, что было полезно в этой покупке, это вот эта коробка. То есть все воблеры я оттуда выкинул и использовал коробочки, использую для других насадок. Также на других коробках были вот такие воблеры. Отличает их, как бы в первую очередь, это ужасная сборка, ужасное качество. Но сейчас поближе рассмотрим, поближе покажу. Ну вот поближе этот воблер, как видите, качество покраски у него такое, то есть лак. Здесь уже вот капля лака подтек. Крючки сами. Видите, какие крючки, лопатка. И сам по себе он, играя вот такая. Есть у него там шарик там внутри, но... Вот это все капля на игру влияет. Также вот такие вот, ну два таких вот, одинаковых, только краска разная у них. Тоже ловил, ловил, пытался, только время потратил. И потом уже увидел, что игра уже какая-то странная, непонятная. И, естественно, хищник на такое не будет. Ну вот, единственный воблер из всей линейки, на которую меня попало с щукой в период жора. Ну, он такой, как типа минул. Вот, более-менее работал. И в период жора щука взяла вот такая, и то небольшая, там, грамм на 700. Опять же, по покраске видите, как стирается. И не факт, что другой такой же будет ловить. Ну, а теперь по облерам из набора. Из этого первый такой хренк идет, типа хренка. Вот. Ну, что, первое, можно сказать, что крючки вот при загрузке у него вот так цепляются. То есть тут вообще ничего не рассчитано, производители не сделали. Лишь бы продать по дешевой цене. И вот я купился на это. Как бы главное условие продать, а там уже больше-то будет. И как бы история такая, пытался я на него ловить. И видел, сколько раз окуль за ним идет. Ну, так подозрительно, и ни разу как бы не взял. То есть я снимал вот этот крючок один, чтобы цеплянии таких не было. И с одним крючком его пытался ловить. Но ничего, как бы на него у меня не попалось. Далее, такой раплин. Тоже игрушка. То есть данный воблер годится только в качестве игрушек. Как для детей. Снять крючки и... Как бы или в качестве брелка можно использовать его. Это такое применение я вношу. Дальше такой вот волкер идет поверхность цирротипа. Ну, по нему что могу сказать сразу? Как его воду. Пробовал в воде его воду. Вот так вот на бок заваливаться и все. Там мне писали, рекомендовали, что типа там какие-то грузики дополнительные надо налепить. Ну, нафига мне не заморачиваться с этим. Еще неизвестно будет ли он ловить. Ну, так же вот такая копия. Вернее, копия. Такой же воблер, о которой я рассказывал. На который у меня попала щука. Но не факт, что на этот уже именно шин слагер. И поппер. Такой поппер вот. Пойдет в качестве использования брелка на ключе. Вот что я могу сказать по данным воблерам. Ну, если кто на такие ловил. Пишите в комментарии. Именно вот на такие дешевые китайские. Там они рублей по 60 или даже меньше. То есть в этой ценовой категории, сколько я не пробовал. Короче, все один трэш только. Ну, и напоследок расскажу вам о годных воблерах с Алиэкспресс, которые я купил. Их цена уже там около 200 рублей. 200-250 составляет. Вот такой воблер. Больше всего мне понравился. По игре. То есть он такой тонущего типа. Пишите в комментарии, кто узнает данный воблер. Там копия какая-то известная. Real Menel Pro от фирмы BR King. Вообще довольно хорошая фирма. И блесны у нее есть хорошие. То есть по качеству намного превосходят. Вот сейчас поближе покажу вам, постараюсь. Ну вот, можете оценить качество его. Изготовление, качество крючков тоже более-менее. Крючки очень острые. Есть различных раскрасок он тоже. И самое главное, это его игра, конечно. Играет он отлично. Ну и твичить приходится. Ну, прям вообще, вот, в воде я видел, как он играет. Очень так реалистично. Ну, пока ничего не поймал на него. Но это ему не особо такой по спиннингу профи. Но сейчас, надеюсь, в период Джора все-таки поймать. Далее. Вот такой вот. Ну, это для троллинга больше. С большим заглублением, с большой лопаткой. То есть, по этим воблерам все обзоры есть у меня уже на канале. То есть, по распаковке, когда они приходили. Ну, тут уже, как бы, могу сказать, после использования. Вот тоже фирма Proberos. А Proberos и BR King. Вот эти фирмы, которые больше всего нравятся. Вот это копия Duo Realis. Тоже такой воблер для троллинга больше. Потому что на большей глубине он заглубляется. Чуть ли не до 5 метров. Такое тоже там различные раскраски есть. Я выбрал эту. Вот сравните качество. Давно довольно так. Все на более таком высоком уровне. Вопричать их дешевых воблеров. Вот такой вот тоже фирма O'Blue. Тоже неплохой. Довольно. Ну, этот уже маленький. Вот такой наоблер. Хорошо его. Тоже нужно твичить. И вот такой вот последний, который у меня в коллекции. Еще один воблер люблю. Вернее, как думаю, заказать. Копия Megalon. Или как он там называется. Не помню. Ну, такой двухсоставный. Думаю его заказать еще. Ну, на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, ставьте лайки. Пишите комментарии. Делитесь видео с друзьями. Всем пока. На новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok